Шестой сезон сериала «Игра престолов» и особенно его последняя серия изменили очень много сюжетных линий. Теперь всё фанатское сообщество гудит, как потревоженный Ули, обсуждая дальнейшие варианты развития событий. А в сеть уже просочились первые спойлеры будущего седьмого сезона. О них сегодня и поговорим. Итак, первые спойлеры седьмого сезона не сулят ничего хорошего для королевы Серсеи. Исходя из них, Серсеи не удастся долго усидеть на Железном Троне. Дейенерис со всем своим войском уже плывёт в Астерос, где по слухам одержит победу и отвоюет себе престол. То же самое говорит и сама Эмилия Кларк. В одном из интервью актриса сказала следующее. С момента свадьбы с Халлом Дрогой единственной целью Дейенерис было вернуться в Астерос. У неё есть силы и она знает, что ей нужно идти вперёд, чтобы помочь Мейерину. Она воссядет на Железном Троне, ведь знает, что может править лучше, чем кто-либо другой. Похожее мнение разделяет большинство поклонников Игры Престолов, ведь с первого взгляда видно, что силы у Серсеи Дейенерис не равны. Но вот вопрос, который волнует многих, не станет ли Серсея новым Безумным Королём, желающим сжечь всю Королевскую Гавань. На этот счёт спойлеров пока что нет. Следующая широко распространённая версия говорит о воссоединении Дома Старка. Санса и Джон уже находятся в Интерфелле. Ария наконец добралась до Семи Королевств. В последний раз мы видели её в замке Уолдера Фрея. И хотя есть вероятность, что Ария отправится ещё и в Королевскую Гавань, ведь в её списке до сих пор остались Королева Серсея и Грегор Клиган, большинство склоняется к тому мнению, что рано или поздно Ария вернётся на Север. Бран, в свою очередь, также уже добрался до Стены, а значит тоже в недалёком будущем может появиться в Интерфелле. От Брана Джон узнает наконец всю правду от своих родителей, и возможно даже захочет отстоять свои права на Железный Трон. Также спойлеры говорят о том, что Стена, тысячи лет защищавшая Север, в седьмом сезоне каким-то образом падёт. Будет то магия Белых Ходоков, либо таинственный Рог Зимы, либо ещё что-то, но Королю Ночи удастся преодолеть Стену и повести свою армию дальше на юг. С Белыми Ходоками в первую очередь предстоит сразиться Джону, ведь он теперь Король Севера и защитник всех своих земель, а также Брану, ставшему трёхглавым вороном и носящему на себе метку Короля Ночи. Кстати, одна из версий гласит, что именно благодаря ей, Королю Ночи, и удастся пройти Стену. Недаром на этом моменте так сильно акцентировали внимание в шестом сезоне. Ну а что же касается развязки, то тут большинство мнений сходится к тому, что прекращение всех внутренних войн станет возможным только после воссоединения законных правителей Вестероса Джона и Дейенерис. Будет их союз политическим, родственным или даже любовным, пока для нас загадка. Но именно Сноу и Матерь Драконов сейчас больше всего подходят на роль правителей Семи Королевств. Что ж, не стоит забывать о том, что нас всех ждёт ещё и восьмой сезон, а значит в седьмом мы не увидим развязки всех сюжетных линий, а скорее подготовку к эпическому финалу. Также напомню, что до конца сериала остаётся по официальной информации всего 13-14 серий, а значит они будут очень насыщенными и зрелищными, ведь событий ещё осталось очень много. Это подтверждает и тот факт, что бюджет одного эпизода в седьмом сезоне увеличен с 10 уже до 16 миллионов долларов. Так что нас всех ждёт незабываемое зрелище, которое мы будем с нетерпением ожидать. На этом наше видео подошло к концу, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и конечно подписывайтесь на наш канал. А прямо сейчас смотрите другие интересные видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok